Я думаю, каждому человеку интересны какие-то новые вызовы, да? Мне они были интересны уже давно, собственно говоря, когда я поработал в администрации правного района, мне было интересно прикоснуться вообще к городскому хозяйству и попытаться здесь что-то изменить. Потому что мы все видим, что в нашем городе есть масса проблем, которые надо решать. Собственно говоря, появляется возможность реализовать те задумки, планы, которые есть в голове. Это очень интересно, на самом деле. А вот за вот эти два месяца ваше как-то видение изменилось? Ну, честно говоря, я не думаю, что город в таком плачаном состоянии. Потому что приходится, видите, с листа решать вопросы к теплоснабжения города, которые решались в средней поры ряд застарелых. Проблемы, которые так и иначе оставить, и при этом транспортная проблема, которая не решена в общественном транспорте. Ну и масса других таких системных вопросов, которых требовалось найти решение уже, собственно говоря, давно. А мы еще к ним даже не приступили. Скажите, пожалуйста, в случае избрания вы будете каким-то образом менять свою команду? Может быть, новые люди появятся в администрации? Есть планы такие? Ну, вообще это тоже происходит и сейчас. То есть мы обновляем и наше муниципальное предприятие. Они не все в хорошем состоянии. Тем более вы знаете, что у нас наш, например, Мук Жековный, выиграл контракт о снижении дорог, что очень важно, да, в зимний и летний период. Поэтому здесь вот эти вопросы, они просто находятся подписанным вниманием. Ну и, безусловно, здесь не сколько, наверное, надо говорить об обновлении команды, а сколько нужно говорить о том, что будет произведена перестройка, структура в целом, которое будет, собственно говоря, настроено таким образом, что блок развития города, он должен стать основным. То мы должны научиться не просто тратить те деньги, которые выделяются на те линии нужных, но еще и зарабатывать их, повышать доходность бюджета и эффективность расходования. Скажите, пожалуйста, вот за то время, пока вы возглавляете город, в ваш адрес было очень много критики и со стороны общественности, и со стороны губернатора Тверской области. Как вы к этому относитесь? Считаете ли вы эту критику обоснованной? Ну, много критики, я думаю, это вы относите к сторонам уборки снега, да? Я вообще не считаю этот вопрос очень сложным. Его просто надо наладить раз и навсегда, и мы этот вопрос просто в сторону отстанем. Для нас снег не будет стихиным бедствием. На данный момент, да, в тот снегопад, который на нас обрушился, он, собственно, был самым сильным до последних 20 лет в это время, это надо отметить, да, это объективно. Естественно, вся техника была брошена на уборку дорог, поэтому уборка тротуаров, и она просто оказалась невозможной в силу отсутствия просто физической техники. Но вы знаете, что сейчас с помощью Игоря Михайловича Рудени мы уже приняли решение о том, чтобы закупить дополнительные техники как раз для уборки тротуаров. Но при этом следует отметить, почему горожане так вот обижаются на город, но при этом надо же понимать, что дворовая территория – это прерогатива управляющих компаний. К сожалению, не все у нас они качественно работают. Кстати, вот одна из тем, которым надо тоже дать пристальное внимание, это качество наших управляющих компаний.